В Оренбурге взрываются подстанции, которые питают, они называют себя оборонами, на самом деле, такие предприятия войны и крови Российской Федерации. Питер атакует дроны, попадает их ПВО. Плохо работает, что ж поделаешь, по жилым домам. А Россия, ее та часть, которая осознает всю кровавость путинского режима, продолжает прощаться с Алексеем Навальным, которого и убил Путин. Обо всем этом не только, прямо сейчас будем разговаривать и анализировать, чему это все приведет. Вот Ирина Узлова, меня зовут, со мной Ольга Курносова, политический аналитик, а также российская оппозиционерка. Ольга, здравствуйте, рады вас видеть, как всегда. Здравствуйте. В Екатеринбурге взрыв произошел, на электропостанции Калининская получают от нее питание три оборонных предприятия. Но я всегда говорю, что не оборонный комплекс, а комплекс, который просто нападение на другую страну спонсирует и осуществляет. И вот произошла неисправность электрооборудования. Сопровождалась она хлопком и яркой вспышкой, могли ее наблюдать жители близ лежащих территорий. Также сообщается о том, что, как наше управление главной разведки, представитель Андрей Юсов, сейчас-то нам и цитирует. Он говорит, ну что ж, что взрывается в России, это ответственность власти России. Но добавляют, что на территории страны государства есть страны-агрессоры, есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой. И делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить. Скорее, единственным законным способом от кровавого путинского режима. Действительно, Ольга, вот такие законы, они же более приемлемые для кремлевского режима, в котором попирают все, начиная от элементарных законов, заканчивая Конституцией. А вот язык силы должны же они понять. И эти неравнодушные граждане, откуда они с какой мотивацией берутся? И, как вы думаете, будет ли еще больше вот таких взрывов на электроподстанциях? Ну, во-первых, я хочу сказать, что во моих Конституциях разных стран есть у народа право на восстание. Если власть узурпировала какая-то кучка нелюдей, как в российской ситуации, если просто людям не дают жить, если людей убивают, если людей мучают, то люди могут восставать. И в этом смысле, конечно, и партизанское движение – это тоже такого рода восстание, потому что это люди, которые протестуют таким образом против преступной войны, которую развязал вот этот кремлевский карлик, который тут еще надумал, как бы переизбраться, устраивает тут какие-то цирковые скачки и изображает, что он идет на перевыборы. Но это даже просто не смешно. Поэтому откуда люди берутся? Просто люди понимают, что единственный способ помешать России совершать преступления в Украине – это нанести ущерб, что-то поджечь, что-то подорвать. Но самое главное, чтобы эти партизаны навсегда очень аккуратны были, потому что попасться в лапы этим прихвостям режима не нужно, не надо попадаться. Будьте осторожны, если бы выбрали такой способ спасения, потому что на самом деле это спасение. И это, понимаете, это доказательство того, что не все россияне одинаково преступно мыслят. Не все россияне поддерживают эту преступную войну. И по большому счету вот эти самые партизаны, они заботятся об имидже страны, об имидже русских, что есть и нормальные люди. Мы тоже призываем быть, конечно, осторожными в такой деятельности. И, правда, при этом, Ольга, знаете, как-то я не вижу активной, результативной работы Следственного комитета Российской Федерации и ФСБ. Все, что они умеют, снимать какие-то просто ни во что не вписывающиеся карикатурные видосики, на которых отчитываются, вот мы повязали террориста из Украины, вот мы нашли диверсанта, вот мы нашли подрывников. Но на самом деле это же подставные все ролики. А тут-то неуловимые, неуловимые эти мстители и охотники за электроподстанциями. Что это нам показывает и свидетельствует о работе силовых ведомств Российской Федерации? Что там просто сидят и деньги, отмывают и создают видимость бурной деятельности? Или все-таки есть у них какие-то механизмы, слежки и выявления неугодных? Ну, механизмы, конечно, есть, потому что вот вся эта электронная система, это тоже распознавание лиц у них очень хорошо развиты, особенно в Москве. Прослушка, вон тут оказалось, что они бундесверт прослушали. И вся перентированная республика Германии во главе с канцлером в страхе и ужасе, каким образом у них это получилось. Ну, так что что-то они умеют. Конечно, вот с другой стороны, тех, кого они как бы ловят, это мне все напоминает старый советский анекдот, как, собственно, оперативник решил внедриться в банду, внедрился, но потом оказалось, что вся банда состоит из таких же внедлившихся оперативников. Вот это про то, как они, собственно, ловят как бы агентов СССР. Это очень красочно. Кратко и ясно все по этой ситуации. Этот анекдот, спасибо. Спасибо, будем использовать. Ольга, история, конечно, с прослушкой от Маргариты Симоньян и реакция Дмитрия Медведева не только лишь впечатляет. Вторые сутки просто раскрыли вот такой замысль. Я говорю, конечно, все сидят по незащищенным телефонам и обсуждают все сценарии формата ударов по Крымскому мосту, использование Таурусов. А это зачем это было? Может, вы подскажете и объясните? Ну, дело в том, что ужас-то не в том, что все обсуждают, а дело в том, что бундесвера это признает, что действительно они это обсуждали. Я не знаю, как такое возможно. Как вообще возможно по незащищенным сетям это обсуждать? Или они обсуждали по защищенной сети? Или один из тех, с кем обсуждали, вот тоже был агент, только внедрившийся удачно. Поэтому это очень большой вопрос, что произошло, как вообще, в принципе, возможно, такая история, такая прослушка. Уж казалось бы, все все знают, все должны все уметь, и, собственно, что называется, еще в стародавние времена, знаете, когда еще были марши «Несогласны», даже в каком-то фильме это заснято, как мы когда собирались на оргкомитет марша, который мы проводили практически, практически, ну не в поле, конечно, но в парке. Ну такой, правда, парк — это был такой стадион, у меня спортивная база. И мы на входе сдавали все телефоны, чтобы нас не прослушали. То есть в далекие середины нулевых, как у него в 2006 году, мы знали, что для того, чтобы тебя не прослушали, надо убрать телефон. А видимо, Бундесвер не в курсе. Но, наверное, надо приехать и там провести курсы, каким образом защититься от прослушки. Я готова, могу провести, так сказать, мастер-класс. Глава комитета по контролю за разведкой Бундестага, член партии «Зеленых» Константин фон Отц, говорит, что если эта история действительно окажется правдой, это будет очень проблематическим процессом. И возникает вопрос, это единое, что произошло, или это структурная проблема безопасности в Германии. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что будет быстрое расследование, называет это очень серьезным делом, обещает, что инцидент проверят по всем статьям и параметрам. Ну вот это Шольц обещает, да, вот ракеты «Таурус» не очень обещает, потому что переживает, вдруг они что-то в Москве, там какие-то купола разбомбят. Возможно, он лучше здесь нам побыстрее обещание выполнить. Чего ждет? Ну, мало того, что в Москве купола разбомбят. Вообще, вот нам тут рассказал Кристо Грозев, что они вообще знают, где Путин находится. В режиме фактически онлайн. Поэтому я не понимаю, что они там уже забеспокоились. Боятся, что Таурусом по Путину можно попасть. Мне кажется, это было бы так удачно, такое счастливое разрешение проблемы, быстрое. Мне кажется, что Шольца бы после этого наградили. Понимаете? Поэтому я совсем не понимаю, чего после. Боятся. Тут, что называется, наоборот, надо побыстрее. Уж если Грозев это знает, ну, так, что называется, что же спать-то? Уже тут нужно как-то это самое подхватиться и что-то сделать. Потому что вот это постоянное выражение глубокой озабоченности всех уже на самом деле сильно достало. Потому что Путин делает, что хочет. То Навального убьет, то, собственно, людей просто пачками в Украине убивает. А, так сказать, все думают, а давать Украине Таурус или не давать? А вдруг Таурус долетит до Москвы? Да слава Богу, если Таурус долетит до Москвы. Главное, чтобы он в нужное место в Москве попал. Да действительно, а кто еще беспокоится? Я не знаю, что он долетит до Москвы. Гарри Каспаров, да и не только, лишь все мы прекрасно осознаем и говорит, что мир опять показал недостаточную, мягко говоря, реакцию на убийство Путиным Навальным. Да, вчера были на прощании с Алексеем представители дипведомств, которые остаются еще в Российской Федерации. Были дипломаты, но были санкции, которые мы с вами обсуждали, 500 пунктов. Но этого все действительно мало. И мало реакции также на то, что прилеты российских шахедов отбирают и ракеты, отбирают и дальше практически каждый день жизни мирных украинских граждан, мирно спящих в своих домах, обычных невоенных целях. А почему так вот мир только беспокоенностью продолжает реагировать? Уж сколько и похороны прошли, сколько дней прошло. Но мы с вами увидели то, что увидели, а более существенной реакции дальше нет. Ни на что, ни на один из проявлений путинской войны. Ну, надо сказать, что на похоронах я вообще видела такую совершенно... Раньше, мне кажется, этого невозможно было себе представить. Это опять отключился мой родной Петербург. Вот Питер отключается прямо, можно сказать, каждый раз. Соответственно, консулы, ну, сейчас я скажу точно, по-моему, Германия, Польша и Норвегия пришли к Соловецкому камню возложить цветы в памяти Навальным. Ну, когда в Москве шли похороны, они пришли возложить цветы к Соловецкому камню. Ну, это, так сказать, те консулаты, которые еще, так сказать, не полностью эвакуировались из Петербурга, их уже подзакрывали, но еще, видимо, консульские сотрудники все не уехали. Их с наглой рожей пришел отгонять полицейский. Они говорят, мы дипломаты. Он говорит, ну, что ж, дипломаты? Ну, у вас вон тут сколько? Это же, говорит, массовое мероприятие. Они говорят, так нас три человека. У нас три человека. Это массовое мероприятие. Говорит, ну, мы же дипломаты. Я вас предупредил. Не послушайте, не пойдете отсюда. Вот, я вас сейчас в отделение отвезу. Вот это новое слово в полицейско-дипломатических отношениях. Я уж не знаю, то ли полицейский вообще не в курсе о существовании дипломатического иммунитета. То ли... Я у меня уже просто нет слов. Но если возвращаться, конечно, к похоронам и тому, что было в Москве, то все-таки некая надежда на то, что в России есть нормальные люди, похороны показали, что они есть. Но, правда, мэрия Москвы к этим нормальным людям не относится, потому что вот эти все прибоны, скоростное отбивание, можно сказать, спринтерская гонка на лафетах, чтобы побыстрее уехать, а то там граждане разбросали цветы под катафалку, значит, надо быстрее ехать. Попытки не пускать людей на кладбище. Ну, вот это вот все, конечно, производило впечатление дикого страха. То есть даже мертвого Навального Путин все равно боится. Но все равно как-то надо, что называется, держать себя в руках, ненадужно в такой степени демонстрировать свое полное нечеловеческое лицо, я бы так сказала, и даже морду. И запретили, ну, конечно же, федеральным каналам и, в принципе, медиа освещать, как же ж, картинку подпортить вот таким количеством людей, для которых были как ни крути, десятки тысяч, вышедших проститься с Навальным и к памятникам в других городах. Действительно, более 130 задержанных, ну, это и то, я думаю, эти цифры куда меньше реальных. Ольга, он же не только нечеловеческое лицо, как мы с вами понимаем, и вы говорите, показывает, он как раз и показывает этот страх и никчемность своего режима вот таким. Если бы он ничего не боялся, то не было бы и всех этих ограничений. Ну, для этого, во-первых, нужно быть другим человеком, да. Если мы вспомним Михаила Сергеевича Горбачева и вспомним похороны Андрея Дмитриевича Сахарова, которые действительно стали большим событием, и, собственно, сам Горбачев не побоялся прийти на эти похороны. Понятное дело, что это было совершенно другое время. Но вот это показатель того, как может вести себя власть, если власть хочет, чтобы какие-то перемены происходили мирным путем. И надо сказать, что, несмотря на попытку в течение 1991 года, все-таки тогда вот эти перемены произошли достаточно мирно в Советском Союзе, который потом трансформировался в Россию. А теперь вот этот Кощей бессмертный Путин хочет уже всех тех, кто ушел в самостоятельное плавание, тогда в 1991 году обратно затащить, так сказать, в свое сонное царство. Но, по большому счету, не те страны, которые обрели самостоятельность и независимость, не хотят. Да и россияне, как мы видим, уже тоже от этого самого Путина жутко устали. Потому что даже несмотря на все эти запугивания, на все эти оцепления и прочие полицейские меры десятки тысяч людей, которые пришли вот именно вот в этой ситуации, это много, на самом деле это много. Это много, очереди были километровые, в таких условиях еще и... И все-таки, Ольга, как вы видите, похороны Алексея Навального, это похороны надежды, или его дело будет продолжаться, и вот эти люди могут выходить, которые вышли и второй день подряд, сутки выходят с ним проститься, будут выходить и дальше, если появится новая сила. Какая это тогда, возможно, которая будет продолжать дело Алексея? Похороны, кстати, обратите внимание, похороны были в один день с похоронами Немцова, тоже 1 марта. И это не случайно первый день весны. Многие люди обращали внимание на то, что все-таки, несмотря на то, что это день прощания с Навальным, но этот день давал и надежду. Вот то количество людей, которые вышли, та ярость, которую они скандировали, ведь понятное дело, что власти хотели бы, чтобы эта акция была молчаливая, чтобы просто все пришли, поплакали и разошлись. Нет, мы слышали абсолютно украинское гасло, не побоюсь этого слова, герои не умирают, которые скандировали, нет войны, Россия будет свободной. Это все говорило о том, что, конечно же, люди, которые пришли, они были абсолютно политически ангажированными, если можно так сказать. Это люди, которые хотят перемен. И, кстати, перемены тоже скандировали. И поэтому, на мой взгляд, все-таки это про надежду, это про то, что если действительно мы хотим, чтобы смерть Навального была не напрасной, как и смерть Немцова, то наш долг свергнуть этого кремлевского карлика и построить, наконец, свободную Россию. Да, действительно, вы правы, что были лозунги и не только лишь Навальный-Навальный, были и слова услышанные от собравшихся людей «Верните солдат домой», «Путин умрет при нас», «Герои не умирают», которые мы упомянули, «Украинцы ни в чем не повинны и хорошие люди», говорили они. То есть мы можем говорить, что это прощание приобрело и такой антивоенный контекст и окрас. Антивоенный и антипутинский, конечно же, потому что, как показывают все социологические опросы, люди устали от войны и на прощание пришлись самые активные. Но на самом деле вот эти лозунги поддерживают гораздо большее количество людей и по большому счету вот это возмущение тем, что творит Путин, оно достаточно уже сильное. И вот это смешное послание, которое было на кануге, оно не смогло никак ничего противопоставить вот этому народному гневу и народному смущению. При каких условиях еще и триггерах, скажем так, настроения могут эти люди выйти еще раз? Что должно случиться? Возможно, как раз эти псевдо-никчемные выборы 15-18 марта тоже посодействуют, потому что, ну вот, Роскомнадзор заблокировал сайт не единожды обсуждаемой нами с вами акции «Полдень против Путина» и еще два связанных с выборами сайта, которые призывают портить бюллетени на президентских выборах в России. А что же такое? Да и что же не блокирует? Уже все и так об этой инициативе слышали и знают. И кто вот в таких настроениях как раз готов и не только портить тебе бюллетень или собираться не голосовать в полдень, но и, возможно, на более какие-то масштабные действия. Еще есть те, кто подписи за Надеждина ставил. Они же тоже наверняка осознают, каковы мы будут, как сильно нарисованы будут результаты этих фейковых выборов. Да, давайте я еще немножко поланкую. Давайте. И я предсказываю, что здесь будут не только результаты сильно нарисованы, но и явка будет сильно нарисована. Они будут стремиться к 80% явке, то есть где-нибудь нарисуют цифру там процентов 78. Да, но это абсолютно невозможная явка, это абсолютная чушь, потому что, опять-таки, нет никакого соревнования на этих выборах. Те, кто хочет голосовать против Путина, скорее всего, придут портить бюллетени. Портить бюллетени это сложная, ну, такая более сложная процедура, чем проголосовать за своего кандидата. Поэтому не все пойдут. Полдень, понятное дело, что опять-таки пойдут политически активные граждане. Не думаю, что все будут готовы, но я расскажу смешную историю. Мне кажется, что все-таки следят эти гады за нашими с вами эфирами, потому что моя тема рассказывала, что у меня избирательный участок видно из окон моего дома. Так его перенесли, представьте, в другую школу. Серьезно? Которую из окон не видно наискосок, не очень далеко. Сегодня разговаривает с сыном, он говорит, а ты знаешь, у нас всю жизнь мы доставали в этой школе, у меня дом 12, а школа в доме 13. Мы всегда в ней голосовали, а теперь перенесли, чтобы из моих охотов было не видно. Очень смешная история. А так никто не узнает, не увидит, и учитывая, насколько он недалеко, никто вам не расскажет, никак это можно будет скрыть, это отсутствие явки. Методы шикарные, шикарные. Поэтому, соответственно, конечно, и вот эти все фальсификации, которые будут, на мой взгляд, заулочными совершенно, они могут дополнительно вот это возмущение людей вызвать. Другое дело, как это возмущение трансформируется. Но по-прежнему, как мы с вами уже обсуждали, остаются два сценария, и других сценариев нет. Есть сценарий дворцового переворота, и есть сценарий революции. Но чем больше народное возмущение, тем больше вероятность дворцового переворота, на самом деле. То есть вот все такого рода эксцессы, они показывают элите, ну, что Путин это вовсе не столько поддерживает, как они хотят показать. Нет. Потому что чего боится всегда элита? Элита боится одного. Вот они переворот-то сделают, а их не поддержат. Да, вот, так сказать, Пригожин пошел на Кремль, а никто вместе с ним не пошел. Поэтому, собственно, заговорщики должны быть твердо уверены, что люди поддержат, ну, по крайней мере, активная часть людей поддержат вот тот переборот, который они устраивают. Поэтому все это не напрасно. То, что происходит и то, что дальше будет происходить, тоже не напрасно. Все это повышает вероятность смены власти. Ольга, мы разговаривали с Игорем Эйтманом, социологом и политологом из Германии буквально на днях за день до похорон Алексея и говорили тоже о заговорщиках, о возможном перевороте. И вот Игорь Веленович говорит, что тяжко найти вот такой круг заговорщиков им друг к другу, даже если они обсуждают это где-то у себя на кухнях по одному, потому что проблема отсутствия полное доверия друг к другу этих так называемых псевдоэлит Кремля. Они боятся даже поделиться друг с другом, потому что не знают, кто крот, кто стукач, кто может слить, собственно говоря, информацию или может какое-то такое ядро образоваться или не надо ему даже организовываться. Ведь Пригожин особо никого вокруг себя не собирал, помимо своих зэков и вооружения взял, да и пошел. Может и здесь такое произойдет или все-таки будут бояться и дальше найти себе подобных, чтобы изменить эту власть, снести ее туда, подальше. Конечно, они боятся, но, условно говоря, они боятся до тех пор, пока они не увидят слабость самого Путина. А ведь то, что мы с вами уже говорим, вот это жуткий мандраж, который они испытывали перед похоронами Навального, это же тоже слабость. Ну, то есть, если ты сильный, то в чем проблема? Да, дай ты самый лучший зал, собирайтесь где хотите, идите, хороните. В чем проблема? Ведь посмотрите, они же все время там трясут своими скрепами, как я не знаю, так сказать, мне стыдно сказать, как чем они этими скрепами. Поняли. Ну, казалось бы, самый христианский ритуал, похороны, отпевания, так вы же и тут, то там боитесь спустить хороший хор, чтобы они пели, то батюшка проглатывает имя Алексей, и чин укоротили, просто такого чина-то не бывает, чтобы за 20 минут отпели, ну, я не знаю, гроб сразу закрыли, чтобы никто не успел проститься, никого не пустили, ну, просто это даже у сторонников Путина вызывает отр, ну, как же так, человек умер, ну, это же по-христиански дать возможность проститься, нет никаких ограничений для прихода в церковь и на клавище, невозможно запретить, это те места, которые нельзя запретить, туда войти, они запрещают, поэтому, конечно, это показывает дикий страх, и когда сами элиты видят, что Путин боится, они начинают думать, так, а может быть, что не так однозначно, может быть, его совсем не такое количество россиян поддерживает, может быть, нужно как-то тихонечко начать прощупывать почву, конечно, вряд ли там они сразу там Вася, купи табакерку, купил уже, а ты шарфиком ты обзовел, вряд ли, конечно, они будут разговаривать так, но тихонечко прощупывать почву, они вполне себе, мне кажется, уже могут начать. Я думаю, что, конечно, премистительно, они так и разговаривают друг с другом, а пока еще где-то там у себя в голове, но тональности и вот такие интонации точно там присутствуют. Ольга, да о каких мы говорим ценностях, если кремлевские власти и силовики и эти изверги в колонии неделю шантажировали мать Навального трупом? Это какие вообще, это просто, какие скрепы? Но скрепами не только лишь зачем-то потряс Путин 29 февраля во время своего обращения к Федеральному собранию, которое вы упомянули, и все мы вспоминали разные мемы и шутки на то, что иногда лучше молчать, вот это как раз тут и подходит. Но он не молчал, конечно, он превзошел Брежнева и всех вместе практически взятых. Два часа шесть минут, из них 26 вражескому западу угрозы и не только лишь. Что это было? Ну, во-первых, это была раздача обещаний, я бы сказала раздача слонов, но это пока только обещание слонов, потому что уже посчитали, насколько денег он наговорил, по-моему, 400 с лишним миллиард, триллионов рублей, 13 доходных частей годового бюджета. То есть, как бы до 30-го года шесть лет, а он за эти шесть лет готов потратить 13 бюджетов. А где же взять-то? Хочется спросить. А непонятно, потому что все идет тоже по 11,4 триллиона на изготовление ракет, убийственных дронов, а это все же в одну сторону летит на наши головы, а денежка в российский бюджет не возвращается. Да, и он обещает там повышение минимальной оплаты труда до 35 тысяч рублей, а хочется спросить, а цены-то в этот момент какие будут? Что ты на 35 тысяч рублей ты сможешь купить? А может быть, там бутылку водки только? Ну, потому что если печатать деньги в таком количестве, чтобы раздать этих 13 годовых бюджетов за шесть лет, то понятное дело, что ничего не останется, да? Поэтому, конечно, удивительная, удивительная речь, удивительная. И что меня еще поразило, по большому счету, я вас не говорю про то, что он выступал, как будто уже выборы закончились. Ну, то есть он президент, и он тут уже все планирует, и главное решает все само, обратите внимание. То есть, ну-ка, иногда он говорит там, поручаю правительство, но это так, потому что он уже все решил, он уже цифры показал, можно их даже сложить. То есть, как бы все решает он, а остальные-то вообще и ни к чему. Вот она, вертикаль власти. Ну, а для начала, конечно, постращать всех оружием, поговорить там, проговорить все какие-то страшилки, опять про в пальце врагов, НАТО на нас со всех сторон нападает, ну, как без этого-то, без этого никуда. Ну, правда, никто не испугался. Мэр Чи Джоан, заместитель генсекретаря НАТО, говорит, что мы думаем, что все это очередные пугалки, просто такие Путина, и никто не боится, но в то же время готовятся и к возможному его нападению и разным форматам, гибридным войнам, и не только на страны НАТО. Мы видим эту готовность, по крайней мере, хочется верить, что это не только заявление западных политиков, но и понимание действительно всех рисков, и эти прогнозы о трех, пяти, десяти годах, в течение которых Путин может пойти дальше, если они у него, конечно, еще остались, и подготовление это идет. А знаете, Ольга, что еще впечатлило, конечно, нас, смотрящих на это все действие 29 числа, лица тех, кого вынуждены согнали это все слушать и смотреть, во-первых, может, вы знаете, а что там Кадырова не было на сьем празднике жизни? Ну, наверное, прикварал. Кстати, и Патрушева же не было, так сказать, да, то есть, как-то, самых главных, зато был свечен, но с таким цветом лица, что мне кажется, что как-то это совсем плохо Игорь Иванович, это просто какой-то кошмар. Лучше всех выглядела, конечно, Валентина Ивановна Матвиенко. Вот что значит, старый советский административный работник, комсомольско-партийный. Вот что значит, старая выучка. Ее ничто не может выбить из седла, а как у него села, так и скачет с шашкой на голову. Не случайно в табеле о рангах российских она на третьем месте. Так что, вот смотрите на Валентину Ивановну и учитесь. Допилась, дослужилась, хотела я сказать, конечно. Лицо Эльвиры Набиулиной черно как ночь было, просто темное, особенно, когда она слышала вот эти все триллионы обещаний и анонсы, цвет лица становился намного более глубоко черным, чем одежды. Вот хоть такие понимают, и что они вообще будут делать со всеми этими путинскими обещаниями? Ну, не позавидуешь Эльвире Захицадовне, потому что все-таки она понимает, как устроена экономика, и понимает, что эти обещания, они просто безумны. И, мало того, что они ни на чем не основаны, и, по большому счету, они убийственны для экономики, которая и так-то достаточно тяжело себя чувствует, в первую очередь, потому что дикие военные расходы. И чем дальше, тем хуже. На самом деле, там есть определенные вещи, которые, общая вещь, конечно, что Путин все перекладывает с больной головы на здоровье. На нас напали. Не он же напал-то. Нет же. На нас напали. Вынуждены защищаться. И второй момент. Запад начал гонку вооружений. То есть не Россия начала гонку вооружений, а Запад начал. Ну, вот, как бы, так сказать, основные тезисы, которые все переворачивают с ног на голову. Но есть люди, конечно, которые в это верят. Вот, например, двоюродная сестра моей мамы, так сказать, с мамой почти что поссорилась, сказала, «Натан, на нас скоро нападет». Мама говорит, «Если хочешь со мной разговаривать, лучше молчи». Да, да, все на него нападают, он защищается. И снова-таки нападают какие-то неизвестные дроны. Вот в минуту, когда мы разговариваем, Ольга, поэтому мы закончим тем, с чего и начали. Я думаю, что этим всем закончат и кремлевский режим. Значит, «Как ночь проведешь», новая пословица будет для Санкт-Петербурга, так «День этим и ознаменуется», «День этим и проживешь». Взрывы снова в Санкт-Петербурге. Власти, губернатор Ленобласти, конечно же, жертв разрушений нет, а взрывы такие, что кажется, что есть. В результате атаки беспилотников. Это признают, беспилотники, значит, были. Говорят, что попадают вот эти такие яркие кадры, это, конечно же, уничтожение. Но не всегда все уничтожают, пресекают и защищают. Сообщают о взрывах жителей Ломоносовского района. Фонтанка пишет, что беспилотник сбивали над Финским заливом, в Пулково водили план «Ковер», кружили самолеты, не допускали их к посадке. Что там может быть над Финским заливом, Ломоносовский район, Денобласти? И что же такое происходит? Прямо с утра до ночи беспокойно. Ну, собственно, история с Пискаревским проспектом, дом 161, это тоже история про нефтебазу ручьи, которая там совсем недалеко, поэтому то ли сбили, то ли не долетел, и, соответственно, промахнулся по нефтебазе и попал в жилой дом. Ну, а на Ломоносовском районе там куча всего, потому что там, во-первых, и порты, там тоже всяких объектов достаточно, об этом не будем забывать. В конце концов, есть еще Кронштадт, но все-таки, вот мне кажется, не надо забывать про Смольный. Конечно, памятник архитектуры жалко, все-таки институт благородных девиз был, но, так сказать, памятник архитектуры жалко, а Беглова нет. Совсем нет. Это будет, а вот люди, которые это все тоже видят и попадают благодаря славной, в кавычках, работе российского ПВО по их жилым домам, они как тоже на это будут реагировать? Я же не думаю, что это у кого-то вызывает улыбки и радость, и поддержку СВО. Ну, вообще, конечно, страшно, да, и, собственно, я понимаю, что людей, которые пережили блокаду, осталось уже очень мало, но я еще и еще раз буду говорить, что ни один из тех людей, которые на самом деле переживали блокаду, эту войну, которую начал Путин, не поддерживает. Если кто-то ее поддерживает, то это все, как обычно, фейковые ветераны, которых сейчас огромное количество, и которые, конечно, нужны властям для того, чтобы вот эта победа Бесси все поддерживает. Потому что люди, которые за свою жизнь видели уже бомбардировки, не могут бомбить украинские города, ну, как бы, не могут одобрять бомбежки украинских городов. Это невозможно. Поэтому это не только, так сказать, ну, я знаю много блокадников, которые не поддерживают войну. Не бомбите, да, небомбимы будете, как говорит Александр Глебович Невзоров. Спасибо вам большое, Ольга, за этот разговор, конструктивный, как всегда, за ваши эмоции, за ваш анализ, и за то, что находите время, и за вашу позицию, конечно же, в первую очередь. До новых встреч. Всего хорошего. Ольга Курносова, российская оппозиционерка, а также политический аналитик была вместе со мной, Ириной Узловой, традиционно еженедельно. Друзья, мы очень благодарны вам, что вы также к нам приходите, смотрите, слушаете, берегите себя, делайте правильные для себя выводы и подписывайтесь на YouTube 24-го. Это очень поможет продвигаться нашему видео и не только лишь. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok